Мы уже рассказывали о телефонных мошенниках, которые, используя преимущества самых современных технологий и умело играя на человеческих слабостях, стараются войти в доверие. Итог всех этих действий, как правило, один человек лишается своих денег. Этих преступлений, как отметил на встрече с представителями средств массовой информации начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по Славянскому району Самвел Сукасян, сейчас совершается гораздо больше, чем краж. Каждый день регистрируются один-два факта мошенничеств различных видов. Телефонные мошенники и их сообщники – это, как правило, люди, которые уже отбыли или еще отбывают наказание в местах лишения свободы. Такой способ добывания денег им кажется несложным. Главное, на чем они играют – неосведомленность людей, их излишняя эмоциональность и доверчивость. Схем обмана множество. Одна из самых популярных – купля-продажа различных вещей через интернет с использованием Авито и других специальных сайтов. Не стоит бросаться на низкие цены, потому что это основное является, когда уже должен возникнуть вопрос, когда тебе предлагают переведите деньги за даток, ехать в другой город, но это бессмысленно. Надо делать по факту все эти вопросы, и тогда уже в сам момент, когда происходит сделка, тогда рассчитываться. Чаще всего жертвами злоумышленников бывают одинокие и пожилые люди, но даже самый осторожный человек может пострадать от телефонных мошенников. Преступники используют психологические слабости, стараются втереться в доверие, подобрать ключик к любому. Для них главное – получить от вас информацию, к примеру, об оборотной стороне вашей банковской карты и снять ваши деньги. Мошенники играют на родственных чувствах. Нужны деньги, чтобы спасти вашего родственника. Предлагают втридорого чудо-лекарство или замену счетчика. Сохраняйте хладнокровие, чтобы не потерять свои деньги. Я вас очень прошу быть бдительными, осторожными в выборе своих действий. Не стесняйтесь нам звонить. Мы приедем, наши вызовы бесплатны. Мы готовы с тобой помочь. Есть хорошая поговорка, что самое дорогое – это дешевое и бесплатное. Не гонитесь за всякими сомнительными объявлениями. Не называйте номерацией банковских карт. Каждый свой шаг спокойно и трезво оценивайте. Поймать телефонных мошенников сложно, ведь они используют специальные сервисы и программы, с их помощью подменяя номер, в том числе и на официальный номер известных организаций, к примеру, на номер банка. Не стоит верить незнакомым людям, не открывайте им ваши данные, не отправляйте никакие СМСки, полученные стирайте и не называйте кодов. Это убережет вас от серьезных ошибок. И еще, мошенничество бывает не только телефонным. В случае, если к вам постучались в двери неизвестные люди и представились сотрудниками соцзащиты, пенсионного фонда, коммунальных служб, требуйте у них удостоверения. А еще лучше позвоните в организацию, из которой они пришли, и спросите, работает ли там этот человек и с какой целью он пришел. Телефоны таких организаций распечатайте и повесьте дома на видном месте. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа События.